Привет всем любителям бокса, вы на канале Боксинг. Это прогноз на бой Даниэль Дюбуа, Тревор Брайн. И прежде чем мы начнем, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк данному видео. Итак, 18 июня на арене Телфорд в Великобритании пройдет 12-раундовый бой. Против будет биться Тревор Брайн, против Даниэля Дюбуа. Этот бой будет за титул чемпиона мира по версии WBA регуляр. Этот пояс удерживает Тревор Брайн. И победитель боя наверняка сразится за пояс WBA супер, который сейчас удерживает Александр Усик. Пройдемся немножко по боксерам. Начну с Дюбуа. Даниэль Дюбуа, он занимает 19-ю строчку рейтингом. Даниэлю всего 24 года. На профринге британец дебютировал в апреле 2017 года. Он провел 18 поединков, одержал 17 побед, 16 из которых нокаутом. И проиграл всего лишь Джо Джойсу. Напомню, что Джойс сломал Дюбуа орбитальную кость. И стоит также отметить, что на момент остановки боя Дюбуа вел по очкам на карточках у двоих судей. Также стоит отметить таких боксеров, которых побеждал Дюбуа. Это Натана Гормана и Кевина Джонсона. Дюбуа имеет прозвище Динамит. Вероятнее всего за свой пушечный удар. Рост британца составляет 196 сантиметров. Размах рук 198 сантиметров. Что еще сказать? Даниэль обладает довольно-таки сильным ударом. Кстати, с обеих рук. Но особенно славится правым прямым. У него джеб. Правый очень сильный. У Дюбуа достаточно высокий процент нокаутов. Почти 89%. Последний бой Дюба провел в августе прошлого года. Он одержал досрочную победу над Джо Касумано. Перед этим он нокаутировал румына Богдана Дину. Закрыв тем самым первое поражение в профикарьере от Джо Джойса. Но перейдем к Тревору Брайану. Он занимает 37 строчку рейтинга. Дебютировал он на профринге в 2011 году. И за это время он успел провести 22 боя. Во всех он одержал победу. А 15 боев завершил досрочно. 29 января 2021 года состоялся самый важный бой Тревора. За всю его профессиональную карьеру. Этот бой был за звание чемпиона WBA в тяжелом весе. Изначально Брайан должен был встретиться с Махмудом Чаром. Но у спортсмена на момент проведения поединка не было необходимой визы. То есть он не смог попасть в США. И сопернику пришлось изменить. И далее Бармейна Стиверна. В 11 раунде Тревор отправил Бармейна 2 раза в нокдаун. И рефери остановил бой. Рост составляет боксера 193 сантиметра. Размах рук 201 сантиметр. Тревор Брайан в этом году лишь раздельным решением судей смог победить Джонатана Гуидри. Разберем немножко бой. Насчет антропометрических данных боксера. Они примерно похожи. Это довольно-таки большие парни. За 190 сантиметров ростом. Вес у них настоящих тяжеловесов. Они тяжелые. Оба обладают достаточно хорошей боксерской техникой. Но давайте также не забывать о том, что у соперников разница в возрасте. Она достаточно большая. Дюба 24. А Брайан находится в возрасте, если говорить по меркам бокса, зрело. Это немаловажный факт. Многие скажут, какая разница. Это факт, который нужно учитывать. Также Дюба превосходит противников ударной мощи и скорости. Оба боксера демонстрируют в основном наступательный бокс в своих поединках. И посмотрим, кто займет центр ринга. Кто будет прижиматься к канатам. Кто отдаст работу первым номерам. Это будет уже понятно по первым раундам. Я все же думаю, что именно Дюбуа будет диктовать ход поединка. И что-то мне подсказывает, что мощь Дюбуа со временем станет очень большой проблемой для такого неповоротливого, более неповоротливого Брайана. Который, скажем так, не такой быстрый. У Даниэля очень неплохой джеб. Просто сокрушительный вот этот удар его справа. Что касается также его, например, кроссов они отличные. Также у него он отлично сдваивает джеб. И я думаю, благодаря вот этому джебу, именно в этом бою, да, он будет фаворитом. И будет диктовать условия. Прогноз. Брайану придется, я думаю, работать вторым номером. Избегать малейшего намека на вот эти размены ударами. Свежий Брайан будет избегать плотных попаданий, то есть в начале боя. Но не стоит забывать, как я уже говорил, что он на 8 лет моложе. И Тревору, ну, то есть старше, да, то есть Дюбуа моложе Брайана на 8 лет. Вот. И Тревору будет тяжело постоянно сохранять вот должную концентрацию под давлением. И если Брайану удастся избежать неприятностей в первой половине боя, так как он будет более свежим, то вторая половина боя, ну, я думаю, не сулит для него ничего хорошего. Дюбуа точно дождется момента, подловит Брайана и уже не отпустит. То есть его. Если он попадет, то для Брайана все закончится плачевно. Я считаю, что Дюбуа все же сможет попасть. И бой закончится техническим нокаутом. Вот. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Кто, по вашему мнению, одержит победу в данном бою. Удачных ставок. Пока.